Добрый день, господа! Сколько раз вы уже слышали эту фразу на нашем канале, но как бы иронично не звучало, сегодня вы ее не услышите. Потому что многоуважаемый Илья Анатольевич покинул сегодня нас по своим делам, а если быть точным, по делам благотворительности. Так что вот так поехали, господа, буду рассказывать сегодня я вам, так как не хотим оставить вас без контента, поэтому будем рассказывать вот про этот автомобиль Great Wall Puer. Ну и еще раз поехали! Итак, дамы и господа, есть у нас, скажем так, производство китайского автомобиля Great Wall Puer 2022 года выпуска. Что не так с этим автомобилем? Напомню, если немножко отдалиться назад, есть ролик про этот автомобиль, да, как он пострадал. Ну что, друзья мои, вот и цель нашего визита. На эту машину собирали средства всем миром. Единственное, что меня заставило в ночи, соответственно, суетиться и прыгать по области. Много моргает, соответственно, люстр. Произошло следующее. То есть военный КАМАЗ потерял колесо. Колесо, соответственно, пришло в машину. Слава Богу, люди, которые были в салоне, уже и вы. Уходя от колеса, водитель дернул чуть-чуть руль и пришел в отбойник. Машина, к сожалению, 200. Грустно, но самое главное, Китай сделал. Люди сделал. Ему требуется легкий кузовной ремонт, ремонт небольшой ходовой части. Вот. Почему мы к этому возвращаемся? Потому что есть некоторые проблемы. Скажем так, в разговоре с дилерами я выяснил, потому что на данный момент запчастей найти на этот автомобиль невозможно. То есть все запчасти, любые кузовные запчасти под заказ. Это от 30 и далее дней. Да, даже такие простые запчасти, как бампер, капот, крылья. То есть обычные кузовные запчасти. Хотя автомобиль данный поставляется, скажем так, в Россию и есть уже с 2021 года. Если, опять же, я не ошибаюсь, я прям не слежу за этим автомобилем. Да, это просто я, скажем так, звонил, обзванивал дилеров. Заказывая запчасти через наших поставщиков, с которыми мы работаем, да, опять же, возникли проблемы. Потому что было написано 8-9 дней поставки. Они уже идут до сих пор. То есть это уже прошло две недели. То есть больше этих 8-9 дней положено. Сейчас мы, соответственно, уточняем, почему так задержались сроки поставки. Чтобы найти какие-то бушные запчасти, я их вообще нашел, я их искал в Челябинске. То есть это нифига не близко, да, от Москвы. То есть и были эти запчасти привезены из Австралии, с праворукового автомобиля. То есть если обратить внимание вот сюда, да, то есть тут будет лежать так называемый ноускат. Это полностью отрезанная морда со всеми запчастями. То есть передняя панель, радиаторы, бачки, крепежи, бампер и так далее. Все в сборе. Отдельно пришлось заказывать ходовую бушную, потому что как такового новой ходовой, она частично есть, частично нету. И поэтому заказывали полностью в сборе бушную. Всякие кулаки, амортизаторы и так далее, потому что это все требовало замены. Что хотелось бы добавить в данной ситуации? Как вы видите, мы стоим уже в районе разобранного автомобиля, да, ролик про это вы тоже, наверное, уже видели, он есть у нас на канале. Значит, мы лишились капота, передней панели, мы лишились оптики и мы лишились вот этого вот брызговика. Что хотелось бы добавить, почему, как бы, или даже грубо сказать, какого хрена автомобиль, который выпускается и поставляется в нашу страну, на него нету запчастей, мне запчасти приходится доставать из тех мест, где их вообще не должно бы было быть, хотя Москва это очень крупный город предпринимательский и так далее. Да, то есть, ну, мне просто дико непонятно, это очень обидно, когда есть дилеры в самой Москве, и их очень много, да, а у них нихрена нет. Да, то есть, именно вот как, что касается Гритвола и что именно касается этого автомобиля, это очень популярный автомобиль на улицах нашей страны и дорогах нашей необъятной родины и Москвы, их очень много. Ну, как бы, извините, но, как бы, это неправильно, не должно так быть, особенно в нашей стране. Субтитры сделал DimaTorzok Что касается вот этого ноуската, смотрите, стоимость его 300 тысяч рублей, доставлен он из Челябинска еще за 25 тысяч рублей доставки, то есть 325 тысяч рублей стоит вот эта запчасть в сборе. Как бы, вроде бы, посмотреть это дохрена, но если собирать по отдельности все эти запчасти, получается сумма, ну, тысяч на 70-80 дороже. Опять же, я не учитывал маленькие крепления, какие-то шланги, потому что реально этот автомобиль нигде не открывается в каталогах, потому что китайцы немного скрытны вот из Гритвола по каталожным номерам, схемам и так далее. Поэтому все это делается, грубо говоря, по наитию, то есть, как бы, я вижу схему, я вижу там примерная, да, какая-то запчасть и достаю. Вот. Что касается других запчастей, они заказаны новые. Это дверь, капот, крыло, всякие петли. И тоже все запчасти, все номера запчастей я доставал из интернета, благо он помогает в этом, поэтому, как бы, ну, я считаю, что это тоже неправильно, то есть, должен быть какой-то каталог, тем более для автомобиля, который, как минимум, уже два года в нашей стране. Или книжка, или что-то еще, ну, хотя бы, где можно посмотреть, как вот, можно найти какую-то запчасть или ее описание. Несмотря на весь этот, да, мы, как истинные русские люди, естественно, уже большую часть запчастей нашли. Решили вопрос, будем решать вопрос в любом случае с кузовным ремонтом так, чтобы она ездила, потому что ребятам надо отдать машину. Итого, что будет сделано автомобилем? Будет восстановлено его ЛКП, соответственно, все ходовые качества, сделан кузовной ремонт, да, с помощью тех запчастей, которые будут привезены. Далее, соответственно, будет произведено ТО, потому что по пробегу тоже оно уже положено. Ну, в общем, соответственно, надо ребятам отдать автомобиль полностью исправным. Что касается, как бы, вообще китайских автомобилей, я не хочу сказать, что это про них плохо. Я говорю конкретно в этом случае, потому что возникли большие трудности с поиском запчастей, так как это длится уже практически полтора месяца, да, и это достаточно большой срок. Например, да, вот есть у нас Джили Маджара, да, то есть и не одна, на которых мы производим ТО, потому что у нас есть запчасти для этих автомобилей. Да, делаем какие-то дополнительные вещи, да, то есть типа там шумоизоляция арок, еще какой-то, да, вещи, ставим сигналки. На конкретном примере этого автомобиля есть недостатки работы с дилерами, недостаток по вообще количеству запчастей, которые могут пригодиться в ремонте данных автомобилей. Вот, да, то есть и как бы это не должно так быть в условиях нашей страны, да, когда мы сотрудничаем с Китаем очень плотно. Да, мы привозим сюда эти автомобили, есть дилеры этих автомобилей, а зубчастей для ремонта этих автомобилей нет. Поэтому вот как-то так. Итак, надеюсь, все-таки мне удалось немножко разбавить линию нашего контента вот этим всем, да, что я сказал. Поэтому я оставлю как раз вас наедине с вашими мыслями о том, что я сказал. Вы можете посмотреть другие ролики, которые будут здесь, 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 здесь о том, что мы вообще делаем, как мы разбираем автомобили, шумим и много еще чего делаем. А, да, и чуть не забыл. Пока, парни.